Девушки отдыхают Ведь ему даже комар, севший на госпожу Диану, кажется соперником. И ты туда же... Ну-ну-ну, постой, Гертурда, постой. Мне надо идти к господину де Монсаров. А ты должна отправить гонца в Анжер. Госпожа Диана велела передать моему хозяину весть, что мы выезжаем утром. Поняла? Пока. А, Реми, а как же я? Об этом поговорим завтра. Ну что, все готово? Да, господин граф, лошади оседланы. Гонец прибыл? Да. Из Миридора просили передать, что они выезжают утром. Тогда мы выезжаем немедленно. Выводи лошадей. Слушаюсь, господин граф. Осторожно, олухи. Мне больно. Господин граф. Ну что? Они едут. Слышу. Давай лошади. Вам не хуже, господин граф? Ничего. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Лошадей! Есть! Сударыня! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Орвень! Жди меня здесь! Понял! Ручаюсь у вас, жар! Добро пожаловать в Казахстан! Лежите спокойно! Поехали! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Госпожа Диана! Госпожа Диана! Отвечайте мне! Графиня! Сударыня! Сударыня! Где вы? Это он! Это большой грех! Но иногда я ненавижу его. Послушай. Послушай, Диана, сейчас твой день. Бежим. Бежим. Что мешает нам бежать? Скажи одно слово. Одно только слово. Посмотри, впереди простор. Счастье, свобода, и никто больше не отнимет тебя у меня. Ну, одно только слово, Диана. Нет, не мой. Не могу. Бег-то может навлечь позор на имя моего отца. Когда твой отец узнает, как мы любим друг друга, он поймет тебя. Для моего отца нет ничего важнее долга. Он умрет от позора и стыда. Значит, опять нам придется расстаться. Но я никогда ничего не сделаю, помимо твоего. Графиня! Графиня, отвечайте мне! Или я встану и выйду отсюда, даже если это будет стоить мне жизни. Стойте! 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 Он сделает, как говорит. Он убьется. Держи! В чем дело, сударь? Я здесь. Где вы были, сударыня? Где же мне быть, сударь, если не позади вас? Рядом. Рядом со мной. Рядом! Не покидайте меня. Рядом со мной. Рядом со мной. Да, давайте носилки, приготовьте комнату и постель. Слушаюсь. Молодец. Хороший, хороший. С каждым днём, Генрих, списки твоих врагов становятся всё длиннее и длиннее. Потому что с каждым днём их становится всё больше и больше. На. Все изменяют мне. Ну, давай вспомним. На А. Анжуйский. Новый претендент на корону. На Б. Бюсси. Его друг и советчик. На Г. Гизы. Это стая стервятников. А скажите, кого вы записываете, Ваше Величество, на Эль? Конечно, Сен-Люка. Ваше Величество, ну позвольте, мы же вписывали его на букву С. Я впишу этого ничтожного предателя в список на все буквы, которые встречаются в его мерзком имени. Хм, а по-моему, велика честь для Шалопая, преступление которого состоит только в том, что он сбежал с собственной женой. Э, нет. Я считаю это государственным преступлением. Ведь он бежал в Анжу, где скрывается мой брат. Неужели ты не понимаешь, что жена это только прикрытие? Он готовит мятеж вместе с моим предателем-братом. Не знаю, Ваше Величество. По-моему, с утра можно было заняться делами и поважнее. Я вас покину на минуточку. По одному маленькому делу. Иди. А вы здесь поваркуете, голубки? Государь. Я начинаю чувствовать некоторую признательность к вашему брату, герцогу Анжуйскому. Потрудитесь объяснить, что вы имеете в виду, сударыня. Герцог затеял мятеж, а я заметила, что в моменты опасности вы всегда испытываете особую потребность в моем обществе. Ваше Величество, господин Де Сен-Люк. Господин Де Сен-Люк. Господин Де Сен-Люк. Господин Де Сен-Люк. В Париже? В Лувре. Сударыня, прошу простить, это дела государственной важности. Женщин они не касаются. Да, это дела государственной важности. О, государь, я прошу вас, только не гневайтесь. Где он? В тронном зале. Пошли. Одеваться. Интересно, интересно, зачем пожаловал сюда этот негодяй? Сейчас узнаем. Конечно, он прибыл как посол мятежного анжу, как представитель моего брата. Этот негодяй будет прикрываться мятежом, как охранной грамотой. Сейчас узнаем. А, может быть, он прибыл требовать у меня возвращения прав на свои земли. Сейчас узнаем. Да что ты заладил? Сейчас узнаем, сейчас узнаем, как попугай. Неужели ты думаешь, что меня забавляет отвечать на твои бесконечные вопросы? На вопросы короля ты должен отвечать хоть что-нибудь, кроме как сейчас узнаем, сейчас узнаем. А разве ты хочешь, чтобы я тебе что-нибудь отвечал? Да меня выводят из себя твои глупые предположения. Господин Шико! Что, господин Генрих? Шико, друг, ну зачем ты грубишь меня? Ты же видишь, как я страдаю. Генрих, сын мой, не страдай. Ну, все изменяют мне. Ты думаешь, все? Сейчас узнаем. Его Величество, король Франции, Генрих Третий Валуа. И все-таки вы здесь, сударь. По правде сказать, меня удивляет ваше появление в Лувре. Государь, что до меня, то я удивляюсь лишь одному, как могли вы в этих обстоятельствах не ожидать меня. Что вы хотите этим сказать, сударь? Государь, вашему Величеству угрожает опасность. Да, ваше Величество, опасность самая настоящая и серьезная. Такая опасность, при которой король нуждается во всех преданных ему людях. Убежденный, что ничья помощь не может быть лишней, я пришел, дабы положить к ногам моего короля предложение своих скромных услуг. Оказывается, я был прав, когда говорил, сейчас узнаю. Сударь, вы только исполнили свой долг, ибо вы обязаны служить мне. Все подданные короля обязаны служить вашему Величеству. Но в наше время очень многие об этом забывают. Я пришел, чтобы исполнить свой долг и счастлив тем, что ваше Величество соблаговолило по-прежнему считать меня в числе своих вассалов. Сударь, если вы вернулись по тем причинам, о которых только что сказали, стало быть, вы приехали без чьих-либо поручений и без охранной грамоты. Государь, я вернулся просто, чтобы вернуться. Ваше Величество может бросить меня в Бастие. Может, казнить. Но свой долг я исполнил. Государь, Анжу пылает. Турень вот-вот восстанет. Гиень поднимается для того, чтобы протянуть ей руку. Монсеньор-герцог Анжуйский побуждает юг и запад Франции к мятежу. Ему здорово помогают, не так ли? Государь, ни советы, ни увещевания не останавливают герцога. И господин Дебюсси, несмотря на всю свою настойчивость, не может вылечить вашего брата от того страха, который вы ему внушаете. Стало быть, этот мятежник трепещет. А он ловкий малый, этот Сен-Люк. Я хочу пожать ему руку. Добро пожаловать, Сен-Люк. Государь, я рад, что снова обрел своего любимого господина. Ну, ты так исхудал, что пройди ты мимо, я бы даже не узнал тебя. Государь, не понравится вам это такое несчастье. Встаньте, Сен-Люк. Встаньте. Уверяю вас. Я люблю все, что связано с именем Дебюсси-Люк. Смелее, Сен-Люк. Смелее. Вы знаете, я восхищаюсь вами. Мир очень хороший. Государь, скажите лучше, что помилование дорог. КОНЕЦ КОНЕЦ С тех пор,как вы к нам вернулись,вы очень печальный сын мой. Да. Пожалуй. Чем вы были заняты до обеда,достойный брат мой? Кто я? Да,вы.Вы ведь были чем-то заняты. Естественно. Сочинял проповедь. Вроде той,с которой вы так отважно выступили в ночь святой лиги. Что-то в этом роде. Какие-то. Я очень жалею,что не записала в ту ночь. Дорогой брат мой,разве человек подобный вам нуждается в том,чтобы записывать? Вы ведь глаголите по вдохновению свыше. Вы разверзаете уста,и по велику Слово Божье заключено в них. Уста ваши и произносят Слово Божье. Это любопытно. Да. Брат мой,вы слишком много трудитесь. Это порождает печаль в вашем сердце. Не так ли? Такая натура. Кстати,может быть наши трапезы немного тяжелые для вас. Ой,не знаю. Не угодно ли вам,чтобы мы сменили брата повара? Ему ведь не все блюда удаются одинаково хорошо. Решайте сами. Не знаю. Устаю я. Очень устаю. Извините,святой отец. Я думаю,пребывание в монастыре тяготит преподобного отца Гран-Фло. Тяготит. Тяготит. Не тоже в тяготит просто. Я чувствую,что рожден для другой жизни. Я рожден для жизни в борьбе. Для политических выступлений на площадях. Для проповедей на улицах. Вот моя жизнь. Святой огонь снедает вас. И мешает спокойной монастырской жизни. Так душа ваша жаждет большего. Никто не имеет права подавлять ваше призвание. Никто. И выполняйте свою миссию. Сражайтесь за Христа. Я буду. Буду. Но только берегите свою драгоценную жизнь. Да, конечно. И возвращайтесь обратно к великому дню. Я вернусь. Обязательно. А какому дню? Дню праздника святых дорог. К празднику вернусь. Бегом прибегу. На вас в этот день возложена особая миссия. Да это я знаю. Вы ведь приготовили проповедь. Проповедь? Да. А, проповедь я приготовил. А как же? Поверьте её мне. Вам? Вам одному поверю. Я слушаю. Проповедь. Проповедь. Цепь, бьющий зерно, бьёт себя самою. Я пошёл. Себя самою. Какая мысль. Вот так. Прекрасно. Изумительно. Какая выдающаяся натура. Его уста глаголят, как уста святого Иоанна Златоуста. И поглощают, как уста Гаргантюа. И что, отец мой, я могу идти? Погодите, погодите, сын мой. Ну-ка, взгляните. Ой. 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 Ваше преп… Понур… Понур, дружочек мой. Ха-ха-ха-ха. Я думал, я никогда тебя не увижу. Фу-фу. Ну, ваше преподобие, я поскакал. Да, сын мой, поезжай. Поеду. Никто не имеет права подавлять своё призвание. А ваше призвание в том, чтобы бороться за Христа. Ты уж это… Ступайте. Ага. И следуйте путём Господним. Угу. Ваше преподобие, каким путём следовать? Господним. А, ну это… Ваше преподобие, не дадите мне немножко денег, а? Чтобы терпать… Ну, конечно. …в раздаче милостыни. Милостыни, а? Как подобает христианину. Ну, пожалуй, поеду. Да. Да. Да, сын мой. В дорогу! В дорогу, панурк! Давай! Давай, дружок! Давай! Вот преподобие! Давай, дружок! Давай! 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 Давай, мой хороший. Ой, сейчас я тебя докормлю и сам немножечко выпью, чуть-чуть, приехали. Кто там? Дорог! Чего тебе надо? Не откажете ли указать путь к рогу изобилия? Не откажу. Вот он. Не может быть! Ой. Здравствуй, честное. Здорово! Я шёл тебя в монастырь, любезный брат, но увидел, как ты выходишь оттуда и некоторое время следил за тобой. А когда убедился, что ты следуешь в истинно правильном направлении, теперь я к твоим услугам, куманёк! Друг! Здорово! Клянусь святым чревом, ты немного отощал! Если честно сказать, ты немного округлился. По-моему, мы оба стим друг друга. Ну что ж, я предлагаю продолжить комплименты со стаканчиком винца. Клянусь святым чревом, куманёк! Король Эдвард отбыл в 1471 году, тогда же, когда герцог Бургундский двинулся против короля. И казалось герцогу, что в Англии дела для него не могут обернуться неудачей. Извините, господин граф, пора принимать лекарства. Как вы себя чувствуете? Вашими заботами. Я чувствую, что силы возвращаются ко мне. Вам бы лечь? Нет. Так мне легче дышать. Сидя, я меньше чувствую боль от раны. Как вам будет угодно. Господин граф, если вы не возражаете, я покину вас ненадолго. Я очень хочу повидаться с моим господином, графом Дебюсси. Я узнал, что он сегодня прибыл в Париж. Вот как господин Дебюсси в Париже? Да, он прибыл к королю, как доверенное лицо герцога Анжуйского. Передайте господину Дебюсси, чтобы он был осторожней. Его благородство и его преданность могут ему весьма дорого обойтись. А также передайте ему поклон от меня и скажите, что я буду рад видеть его в своем доме. Я в точности передам ваши слова. Мэтр Ремиль, когда будете уходить, зайдите, пожалуйста, к Гертруде. У нее есть небольшое поручение для вас. Как только король Эдуард оказался на суше, он двинулся прямо на Лондон. Вот письмо от госпожи Дианы, которое вы должны передать господину Дебюсси. Угу. Ну что с тобой, Гертруда, ну не как ты на меня сердишься? Он еще спрашивает. Ах ты, постылый! С тех пор, как у наших господ все идет как по маслу, ты ко мне совершенно переменился. Как будто кто-то сглазил нашу любовь. Ну чем я тебе не угодила, а? Ну... С тех пор, как ты со мной не ласковь, я, я же совершенно выплакла все глаза. Господам готовлю еду и плачу. Пищу же солить не надо, вся соленая от моих слез. Ну может быть от этого наш Монсаро так быстро и выздоравливает? Гертруда, я читал у древних, что слезы обладают исключительно целебными свойствами. Особенно женские. Гертруда, я тебя люблю. Я тебя люблю. Но как раз сейчас я должен передать письмо твоему хозяину. Ха-ха-ха-ха! Круля, пройми! Ну вот этого я тебе не спущу! Ваше здоровье, господин Шеглор. Ой, Марикита! Здравствуйте! Здравствуй, Марикита! Какая ты все-таки у нас красавица! Марикита, присядь, 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 присядь. Нет, 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 я не могу. Мэтр Банаме меня ждет. Посиди, посиди. Нет, посиди, не пей сна. Мы спим поглоточку за нашу встречу. Ну ладно, давай. Твое здоровье! За Марикиту! За Марикиту! Маликита, а давай споем, а? Спой, мое любимое, а? Для души. Вот это вот. Сейчас, подожди. Ля-ля-ля-ля. Прострастную любовь. Ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля, мне любовь сулит отраду, чтобы звонче пела я. Я заботу и досаду прочь гоню, мои друзья. И от всех наветов злых, ненавистников моих, становлюсь еще смелее, становлюсь я весь. Ля-ля-ля, ля-ля, л-ля-ля, ля-ля, 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 ты из-за х меня. Мы тогда нами, меня ждет. Марикит, ну не оставляй нас! Нет, нет, я взUM, нет, 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 не могу, не могу, не могу. Ты вернешься, а? Мы тогда будем ждать тебя. Ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля... Кстати, что-то в последнее время не видно на наших улицах монахов-женевьевцев. Я слышал, вам совсем запретили выходить за стены своей обители. Как тебе, интересно, удалось выскользнуть, куманёк, а? А вот как. Брат-привратник сам открыл мне врата обители. Теперь, отец-приор благословил меня и запретил вообще кому бы то ни было мешать мне следовать моему подлинному призванию. Интересно, это к какому же? Призванию? Проповедовать на площадях за истинную веру и, что ещё это, подожди, а вот, и сражаться в рядах Христову воинства. Я вообще могу не появляться в обители до праздника Дня Святых Даров. А что будет в День Праздника Святых Даров? Что? Я вернусь в обитель, чтобы исполнить свою особую миссию. А в чём она заключается? А чё ты тебя знает? Я не знаю. Ну, но ты, как человек разумный, должен всё хорошо разузнать о своей миссии, чтобы заранее, как следует, к ней подготовиться. Да-да, вы правы, господин Шико. Я думаю, мне кажется, что они хотят, чтобы я снова сказал речь. Но, ха, это для тебя расплюнуть. Король до сих пор зеленеет, когда вспоминает, что ты ему наговорил в день записи в Лигу. Ну, простите, господин Шико, ну, простите, я тогда действительно немножко переусердствовал. Но я не виноват. Это во мне говорит глаз Божий. Это мне так объяснил господин Приор. Вот одно плохо, вот иной раз сочиняешь проповедь, сочиняешь. А он, глаз Божий, ну, что во мне, молчит. Господин Шико. Что? Вы ж меня совсем не слушаете. Я слушаю тебя, Куманюк. Я тебя слушаю. Господа, Крион. Господа, я могу сказать лишь одно. Посол мятежного принца уже в Париже. Ну нет, Мажерон, вы сегодня явно не в форме. А у вас наверняка была бурная ночь, да? Весьма весна, что она бурная. Ну а теперь снимем, да? Что за неуклюжий защита, Мажерон, а? Господа, потрясающая новость. Так, мансиньор герцог Анжуйский прислал к нашему королю посла. Что, что? Но этого не может быть. Увы, но это так. Боже мой. Посла. Да. Представьте себе, король пришел в неописуемую ярость. Какая неслыханная дерзость. Но кто посол? Пока этого никто не знает, но, клянусь честью, не хотел бы оказаться на его месте. Я обещаю вам, если посол старик, мы потешимся над ним, а затем его отправят в Бастилию. А если он молод, он будет изрублен на куски. И кусочки разоштут по всем провинциям Франции, как свидетельство королевского гнева. Не так ли, Килиус? Этот человек либо безрассудный храбрец, либо турак. Ты уже слышал? А? Конечно. И что ты об этом думаешь? Я думаю, что твой брат собирается лишить тебя трона, постричь в монахи или отравить, как это вводится у вас. В роду он собирается поступить с тобой точно так же, как ты поступил со своим старшим братом. Так, как ваша мать научила вас всех поступать друг с другом. Оставим обсуждение наших семейных обычаев, Шико. Ты прекрасно знаешь, о чем я тебя спрашиваю. Я тебя спрашиваю о после из Анжера. Государь, я думаю, что мансиньор герцог Анжуйский либо направил к вам посла, либо он его не направил. Стоило сидеть, подперев кулаком щеку, чтобы придумать столь милую дилемму. Терпение, сын мой, как говорит ваша августейшая матушка, да хранит ее Бог. Да черт возьми, у меня ангельское терпение, если я все еще тебя слушаю. У тебя неплохой вкус. Я могу продолжать? Валяй. В таком случае, слушай дальше. Если он направил к тебе посла, значит, он считает, что может так поступить. А если он считает, что он может так поступить, а он воплощенная осторожность, значит, он чувствует себя сильным. А если он силен, мы должны его опасаться. Давай отнесемся с уважением к силе. Обманем их, но не будем с ними играть. Мы примем посла и заверим его в том, что мы ему рады до смерти. Это нас ни к чему не обязывает. Но ничего и не дает. Отнюдь. Позже мы найдем способ, как наказать не беднягу Герольда, просто гонца, слугу, а мы схватим за шиворот господина, великого и достославного принца мансиньора герцога Анжуйского. Единственного и настоящего виновника мятежа. Мы заточим его в крепость более надежную, чем Лувр. Строится и Гизов, разумеется. Ах, государь, давай так и сделаем. А если он не пришлет ко мне посла? Ну, и все же. А если он не пришлет к тебе посла, по крайней мере, не позволяй своим друзьям мекать. Мекать? Что ты хочешь этим сказать? Ты прекрасно понимаешь. Я бы сказал, рычать, если была хоть малейшая возможность сравнить их со львами. Послушай, Генрих, ведь тошно смотреть, как эти молодцы, бородатые, как обезьяны из твоего зверинца, играет, словно малые дети в привидения и пытается напугать людей криками «У!» А если окажется, что герцог Анжуйский никого не прислал, они еще вообразят, что именно их он испугался. Ну и что же ты мне советуешь? Мой король, я советую тебе ждать. Именно в этом заключена половина мудрости царя Соломона. Если к тебе прибудет посол, делай приятное лицо. Если никто не прибудет, делай, что хочешь, но поверь мне, не стоит приносить в жертву своего брата этим бездельникам. Какого черта? Он большой мерзавец, я знаю, но он валуа. Хочешь его убить, убей. Но ради чести имени не позорь его, он и так с этим успешно справляется. Ты прав, Шуйко. Вот еще один урок, которым ты мне обязан. Слава Богу, что мы их не считаем. Господин граф. Господин граф. Черт. Рыми, где ты был? Я хотел успеть в Лувр до рассвета. Но вы напрасно сердитесь, господин граф. Я исправно выполняю все ваше поручение, лечу мужа и ношу любовные послания жены. Эскулап и Меркурий в одном лице. А позвольте вас спросить, господин граф. Спрашиваю. Если вы собрались в Лувр, то почему вы оделись, как для трактира? Потому что посол мятежного принца должен гнать и гнать свою лошадь, загнать ее в ворот Лувра и войти к королю, неся на своих сапогах пыль анжера, понимаешь? И охота же вам их дразнить, господин граф. Охота. А теперь, Генрих, если можешь, отпусти меня спать. Я вынужден был сегодня спаивать одного монаха. А когда я занимаюсь подобными упражнениями, я потом целую неделю пьян. Что-что? Монаха? А не тот ли это достойный брат из монастыря святой Женевьевы? Да, тот самый. Ты, между прочим, обещал ему аббатство. Я? Черт возьми, Генрих, это самое малое, что ты можешь сделать для него после того, что он сделал для тебя. Он все еще предан мне. Он обожает тебя. Кстати, сын мой, скоро праздник святых даров. Ну и что? Ты, надеюсь, собираешься нас порадовать хорошенькой покаянной процессией? Разумеется. Я христианский король и должен подавать пример благочестия своему народу. Ты, как всегда, посетишь четыре самых больших монастыря в Париже? Как всегда. Аббатство святой Женевьевы входит в их число? Оно будет последним. Хорошо. А с каких это пор ты начал интересоваться религией? Я вообще любопытен. Теперь я знаю все, что хотел узнать. Спокойной ночи, Ваше Величество. Спокойной ночи, Шико. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok